Приют «Майский день» на улице Акуловой. Пес-трезор – один из старейших его обитателей. Здесь он живет почти пять лет. Судьба собаки сложилась трагически. Бездомный трезор попал под машину. Ему перебило позвоночник. Сюда, в приют, его умирающего привезли неравнодушные люди. Пса выходили и даже приобрели вот эту коляску, благодаря которой трезор может вполне удобно гулять по улице. У собаки отказаны полностью задние лапы. Собака доброжелательная, очень любит людей, ласковая. Кушает все. На улице, конечно, если бы он остался, конечно, он бы погиб. Таких мохнатых инвалидов-колясочников в приюте проживает шестеро. И еще с десяток собак с различными увечьями, но способных передвигаться самостоятельно. Ну а в общей сложности майский день в настоящий момент приютил около 500 животных. Прокормить такую ораву, конечно, непросто. Ежедневно нужно около полутонной еды. Это в том числе крупы, перемешку с мясокостным каким-то остатком, перемешку с мясом. В общем, ежедневно нам необходимы полутонной еды каждый день. При этом у приюта нет какого-то постоянного источника финансирования. Майский день существует исключительно на пожертвования. Корм для животных до настоящего момента поставляла одно из Ивановских предприятий. Но по какой-то причине перестало это делать. Запасы пищи исчерпались. Все постояльцы приюта оказались под угрозой голода. Схожая ситуация была 4 месяца назад. И вот теперь снова. Сейчас опять взираем о помощи. Просим народ нам помочь. Собрать хотя бы какой-то ежемесячный запас нам. Потому что сейчас у нас большая беда с едой. Население города просим. Крупы, пожалуйста, макароны, все что угодно. Будем рады любой помощи. Стоит отметить, что приют специализируется не только на содержании собак. Здесь действует программа по стерилизации бездомных животных, которая также оказалась под угрозой закрытия. Опять же потому, что после операционных четвероногих нечем кормить. Сергей Веселов, Виктор Иванов. Программа «Губерния». Продолжение следует...